Паломнический тур «Православная Волга», организованный мотоклубом «Ночные волки», при поддержке братья и троицы Сергиева Лавры, прошел свой акватор. В этом году тур был посвящен 110-летию великого радонежского старца преподобного Варнавы Гефсиманского. В течение самого шестидневного путешествия «Ночные волки» вместе с примкнувшими к ним паломниками планируют посетить больше 20 известнейших церквей и монастырей Волжской земли. Накануне участники «Православной Волги» побывали в Жадовском монастыре. «Ночные волки» приехали в Жадовский монастырь не на мотоциклах. Зимой в паломнические поездки благоразумнее отправляться все же на машинах. Тем более погода в Паволжье испортилась и на улице была метель. Байкеров у входа встречал благочинный Жадовской обители и романах Тихон. Едва зайдя на территорию монастыря, батюшка начал рассказывать гостям историю пустыни. Место было, да? Да, было, что было. Сколько уже? Были прошли в монастырь. Более трех, все. Ну, здесь храб, город другой стоял, мы снесли. Экскурсия продолжилась уже в храме. Перед главной святыней обители Жадовской казанской иконой Божьей Матери отец Тихон рассказал гостям историю возникновения монастыря. В свою очередь ночные волки преподнесли в дар икону преподобного Сергия Радонежского. И еще один подарок – целая упаковка брошюрок дорожного молитвослова, написанного в Троице-Сергиевой лавре, архимандритом Герасимом и ермонахом Гурием. Он не только для мотоциклистов, он просто для людей, которые в дороге, просто для людей. Отец Тихон предложил гостям приложиться к монастырской святыне и каждому попросить у Божьей Матери того, что ему сейчас необходимо. Тем более эти люди уже проехали половину своего паломнического пути, побывали в приходах трех павловских регионов. После Ульяновской области еще остались церкви и монастыри Пензенской и Саратовской губернии, а закончится тур в Москве. Мы идем, а Господь нас уже ведет там, где мы должны быть, мы оказываемся там, где не должны быть, не оказываемся. Мы не строим вот таких вот планов, что вот мы должны вас только там как-то приехать. Ну, Господь ведет, вот так и едем. Жадовский монастырь, знаете, вот он очень мне понравился, потому что его видно, вот он выделяется из всего села. То есть вот прям смотришь на все и видно вот монастырь, то есть и люди здесь, наверное, они как-то вот близки к этому месту, именно к монастырю. Отец Тихон также был очень рад тому, что ночные волки заехали в Жадовский монастырь. После экскурсии по храму благочинный обители провел паломников по всем, даже особо огромным местам, куда обычно не возят экскурсии, задний двор и подсобное хозяйство. А еще батюшка показал жемчужину монастыря, новый крестильный храм, распитанный в византийском стиле, и пригласил сюда всех крестить своих детей. Это символично, ребята, которые все это делали, их фильмы, вернее, большая, хаска, звали, они тоже болеют. Накормив гостей в монастырской трапезной, отец Тихон показал им еще одну жемчужину обители – спортивный зал монастырского клуба «Пересвет». Количество занимающихся здесь ребят стремительно растет, поэтому помещение постоянно увеличивают, и как раз сейчас идет ремонт. Но занятия продолжаются непрерывно. Совсем скоро у ребят серьезные соревнования. Визит членов известного мотоклуба «Ночные волки», по мнению отца Тихона, только придаст его спортсменам уверенности. Очень отрадно, что занимаются патриотической деятельностью. В этом наши деятельности схожи, как у нас спортивный клуб при монастыре есть. Так что деятельность схожа по воспитанию молодежи. То есть, еще раз говорю, привитие таких евангельских ценностей, как любовь к родине, патриотизм. Дмитрий Гурин, видеостудия Барышской епархии. Специально для телеканала «Союз».